Здарова, уважаемые! Вы уж наверняка слышали о MOVA VideoSuit, что это там какой-то простой видеоредактор для новичков. Но не только. Совместно с этим еще и полноценный инструмент с доп-функциями, как записи экрана или конвертация файлов. Недавно программа обновилась и принесла кучу нововведений, так что логическим образом хочется с вами этим поделиться и рассказать свое мнение насчет этого. Ну так что, готовы? Погнали! Что же, интерфейс VideoSuit теперь выглядит вот так. Хочу подметить, что дизайн шикарный. Слева находятся все инструменты. В видео есть сам редактор, конвертер без потери качества, запись экрана и другие функции. В аудио, фото и данные плюс-минус аналогичные инструменты. В дополнительном можно приобрести и скачать контент. Программа, онлайн-курсы или быть на одной волне с сообществом Movavi. Сверху, как вы можете заметить, помимо вкладки программы, есть и библиотека. Прикол в том, что здесь можно загрузить материалы. И далее зайдя в любой редактор, пользоваться этими материалами. Без необходимости везде их импортировать и ждать пока это произойдет. Ладно, оставлю это вам на досуге изучить. Я же запущу Movavi Video Editor. Хочу вновь подметить, что дизайн программы, ее анимации при работе выглядят прям круто. Я лично люблю темные оттенки, это можно даже заметить по оформлению канала. И для меня это прям must have. Ну и первая задача при любом монтаже, это загрузить какой-нибудь файл. Я уже это сделал в библиотеке файлов, поэтому просто добавлю их в редактор. Они появились сразу и на таймлайн. У меня тут запись с камеры, со своей звуковой дорожкой. И та же самая запись, но только с моего микрофона. Мне сейчас необходимо синхронизировать эти две звуковые дорожки. И для этого в программе есть специальный инструмент. Выделим фрагменты. Нажмем ПКМ. Инструменты. И синхронизация. Далее кликаем здесь на синхронизировать. И вуаля, абсолютно идеальная синхронизация. Звук от камеры далее можно, да и в принципе нужно удалить. Следующим шагом будет обрезка лишнего с помощью инструмента ножницы. Или комбинации Ctrl-B. Как и с этим покончил, хочу немножко настроить цветокоррекцию вверх. Выделю видеофрагменты. И нажму на иконку цветокоррекции. Сверху нас встречают пару готовых латов. Кстати, это новинка, раньше их не было. Допустим, накинем один из них на видео. Ну и как бы да, изменения как говорится налицо. Но увы, это не то, что мне нужно. Поэтому перейду в раздел продвинутая. Где я уже сам лично могу малость настроить цветокоррекцию. Так, дальше мне нужно импортировать в редактор, интро и небольшой фрагмент записи экрана. Интро у меня должно находиться на дорожке выше. Поэтому создам ещё одну. Перекину интро на таймлайн. Ну и ниже уже записи экрана. Кстати, круто, что теперь можно свободно двигать видеофрагменты на таймлайне. Ранее было вот так. То есть они склеивались. Но хорошо, что добавили это как отдельную функцию. Так, у интро есть момент с зелёным фоном. Который необходимо конечно же убрать. Выберу интро. Пойду в инструменты. Хромакей. Нажму на пипетку. И кликну по цвету, который необходимо удалить. Готово. Далее, что мне остаётся сделать, так это добавить музыки. Для неё нужно создать ещё дополнительный аудиотрек. Чтобы настроить громкость аудио, нужно выбрать фрагмент. И зайти вот здесь, в свойства клипа. Помимо громкости, здесь находится и функция нормализации. Смена скорости воспроизведения. Эффект появления. Исчезание. И обратная перемотка. Эти самые свойства клипа можно настроить не только на аудиофрагменты. Но и на видео. Также здесь можно посмотреть эффекты, что наложены на клипе. Ну, у меня вот та самая цветокоррекция. И по факту, такое простенькое начало, как у меня в роликах. Можно с лёгкостью повторить и в Movavi. Далее, что хочется вам быстренько показать. Так это дополнение, что вы можете найти в Movavi. Первое, это фильтры. Здесь можно найти разные пресеты. Начиная от искажений и цветокоррекций, до анимаций и наложений. Вот мне эти привидения нравятся. Они довольно миленькие. Второй раздел, переходы. Что же, надеюсь, нет необходимости объяснять, что такое переход. Раздел титры, или же текстики. Конечно же, здесь находятся анимации текста. Но помимо этого, ещё и заставки, а-ля интро. Редактировать их также не составит никакого труда. Ну и последний раздел, это стикеры. Вкратце, ничего такого. Просто пикши, что можно налепить на видео. Хочу ещё добавить, что это не все эффекты и пресеты, что существуют для Movavi. Они, так сказать, дополнительные. И можно их приобрести в магазине эффектов Movavi. Взять для примера хэллоуинский набор. Что в нём находится? Десять титров, тридцать девять стикеров, десять фонов, восемь переходов. Вот этот был прикольненький. Шесть заставок. И три рамки. То есть, если не хотите париться, можно просто приобрести готовый набор. И шиковать в сторонке, экономя своё время. Под финал, если хотите экспортировать видео, кликаем по сохранить. Здесь нам даётся возможность выбрать формат видео, его качество, а дополнительно, его разрешение, частота кадров и битрейт. Что же, в плане обзора на этой ноте закончим. Теперь о моём личном мнении насчёт Movavi Video Suite. Если брать её как универсальную утилиту, где есть и редактор, и конвертер, и записи экрана, и множество инструментов, то это и вправду достойно. И сам видеоредактор бесспорно интуитивный, простой и без лагов. Но для меня, конечно, человеку, что монтируют уже лет шесть, функционал видеоэдитора весьма скудненький и не даёт мне полностью раскрыться. В особенности, когда идёт речь о работе с клипами и его трансформации. Про слои маски вовсе молчу. Но не стоит забывать, что программа для новичков, которые только-только начинают изучать мастерство монтажа, или делают какие-нибудь школьные проекты. В таком случае, да, я могу с полной уверенностью советовать вам Movavi. Ребят, по ссылочке в описании, вы сами можете протестировать обновлённый Movavi Video Shoot абсолютно бесплатно в течение 7 дней. Далее, если собираетесь покупать, обязательно воспользуйтесь этим промокодом, что даст вам скидку в 20%. Ну, а я от своего сердечка добавлю. Спасибо вам за просмотр. Поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Ну, а с вами был Офишл. Не проведите время зря. Всем удачи и пока!